Инициатива бывшего министра финансов по части реформирования наших правоохранительных органов покоится на том очевидном и уже всеми признанном обстоятельстве, что ранее состоявшаяся реформа провалилась и оказалась разрушительна и в организационном, и в моральном отношении. В моральном мало того, что их бедных полицаями назвали, так еще и в черную форму нарядили. А в организационном, потому что по сути массированная аттестация свелась к увольнению профессионалов просто за то, что те способны отстаивать свое мнение, а потому время от времени конфликтуют с начальством. Но предложение Кудрина еще хуже, потому что он намерен доломать то немногое, что у нас еще осталось от старого опыта. По сути, он, конечно, не придумал ничего нового. Он всего лишь списывает устройства полиции Соединенных Государств Америки. Но в Соединенных Государствах эта полиция формировалась из эмигрантов и для контроля эмигрантов. И то, что ее приходилось формировать снизу, из среды эмигрантов, породило множество тяжелейших последствий. В частности, то, что до недавнего времени там преступнику достаточно было переехать в другой город, или в крайнем случае в другое из Соединенных Государств, чтобы оказаться абсолютно безнаказанным. Федеральное бюро расследований возникло для того, чтобы закрыть эту дырку в законе, но и по сей день ему подвластна лишь очень небольшая часть совершаемых в стране преступлений, а от всех остальных можно уходить безнаказанным. Я, конечно, понимаю, что любой человек, достаточно долго проработавший в экономическом блоке правительства Российской Федерации, думает прежде всего о том, как в дальнейшем уйти безнаказанным. Но не считаю, что мы должны облегчать этим людям решение такой задачи.